Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Элины Речкина. Коротко о главных событиях в регионе. Два выстрела в Volkswagen. Накануне вечером было совершено покушение на убийство Геннадия Ширяева. Владельца фабрики по производству яиц Третьяковская. Находится она под Борисоглебском. Бизнесмен ехал за рулем иномарки, когда неизвестный открыл по ней стрельбу из неустановленного оружия. Ширяев в итоге не пострадал. Возбуждено уголовное дело. Мотивы преступления выясняются. По объектам и предметам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Следователями Следственного комитета выполняются все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фундамент Воронежской области, так называют муниципальное образование нашего региона, которое ровно 20 лет назад, после того, как был принят федеральный закон об общих принципах местного самоуправления, объединились в ассоциацию. Сейчас в нее входит 476 городских и сельских поселений, где трудится порядка 2,5 тысяч муниципальных служащих. Многих из них пригласили в Воронежский концертный зал на юбилейное собрание. Глав администрации районов, городов и сел поздравил губернатора Александра Гусев. Он подчеркнул, местное самоуправление – это тот первый уровень власти, с которым сталкиваются жители области. Именно на плечах муниципалитетов лежит повседневная кропотливая работа по решению самых разных проблем и улучшению качества жизни на своих территориях. Уходящий год, по словам Александра Гусева, был достаточно успешным для региона в плане реализации серьезных инфраструктурных проектов. Он заверил собравшихся, что темпы развития будут наращиваться и дальше. Этот год для нас во многом является таким годом больших достижений. И прежде всего можно говорить о том, что произошло общественное сплочение, о том, что все жители Воронежской области сейчас как единое целое воспринимают те задачи, которые мы решаем и предстоит нам решать в непростой, в сложной ситуации, в которой оказалась наша страна. И, наверное, вот эти сложности, ну, по традиции уже для россиян, они нас объединяют. И я хочу всех наших жителей региона за это поблагодарить, безусловно, вас, как проводников вот этих идей объединения. И уверен, что наше единство поможет нам решить все проблемы и добиться всех побед, которые мы перед собой ставим. За большие заслуги в развитии местного самоуправления ряду муниципальных служащих были вручены почетные грамоты и благодарности от губернатора и Воронежской областной думы. Среди награжденных главы администрации Анинского района Василий Авдеев и Бутрулиновского Юрий Матозов, а также Андрей Пищугин, глава Борисоглебска, который сейчас как раз и председательствует в региональной ассоциации муниципальных образований. Безусловно, те задачи, которые правительство, которые в главе с губернатором определяют, они у нас приоритеты. И те задачи, которые определены инвестиционной программой капстроительства, программой капитального ремонта, прочими программами, они у нас будут однозначно двигаться вперед к улучшению жизни на территории всех наших жителей Воронежской области. У нас впереди определенный рубеж в виде мартовских событий. Мы понимаем, что главной политической задачей следующего года будут выборы президента Российской Федерации. Безусловно, Воронежская область займет достойное место. И все главы, которые сегодня будут присутствовать на юбилейном заседании, будут все вовлечены в этот процесс. И мы будем надеяться, мы не подведем ни губернатора, ни в целом Воронежской области. Дождался. Инвалид-колясочник Анатолий Федоров из Сталовского района стал счастливым обладателем собственной квартиры. И что немаловажно для молодого человека и его родных, жилье приспособлено под его потребности. Теперь Анатолий может выбираться на улицу без препятствий. История получила огласку весной этого года. Тогда семья Федоровых пожаловалась, что в их доме никак не начнут капремонт, постоянно отодвигая сроки. Попутно рассказали, что помимо коммунальных проблем есть еще одна – с доступной средой. Об истории со счастливым концом Анна Медведева. Добрый день. Проходите в мое скромное жилище. Собственные гостиная, спальня, кухня и санузел. А главное – доступная среда. К такому жилью инвалид с детства Анатолий Федоров шел не один год. Теперь, когда все получилось, у молодого человека смелые и далеко идущие планы. Я планирую, в дальнейшем у меня семейная жизнь будет складываться. Я в дальнейшем планирую совместно проживать с девушкой. Вообще удобнее. Ну, то я поднимался по поеду на коленках, то у меня вообще сложности нет. По пандусу поехал и уже в квартире. До сих пор Анатолий жил в квартире с мамой в этом же доме, но на втором этаже. Каждый раз путь на улицу и обратно был тернист, причем для всей семьи. Мама устилала лестницу ковровой дорожкой, на которой Анатолий ежедневно сбивал колени. Сделать пандус на крутых ступенях оказалось технически невозможно. Теперь улыбаются Федоровы, синяков на ногах явно станет меньше. Первый этаж, он сразу с улицы, брыка дома. Во-первых, рядом, во-вторых, центр. И здесь, ну как, движение, транспорта нету как такового. Везде все перекрыто, он свободно ездит в любое время, дня и ночи, как говорится. Гуляет он долго летом, и душа спокойна вот в этом плане. У меня немножко осложнение будет. Будем бегать туда-сюда. Он же позвонит, скажет что-нибудь принести, что-нибудь то-сё. Если, конечно, жена появится, это будет большое облегчение, очень большое. Ну, надеемся, жизнь наладится, всё будет хорошо. Над тем, чтобы у Федоровых всё было хорошо, работали сообща. Сначала региональное отделение Общероссийского народного фронта, а потом Следственный комитет, который заинтересовался условиями жизни инвалида-колясочника, и местная администрация. Мы стали искать все возможные варианты. Всё, что есть, всё, что можно сделать, мы, естественно, делали для Анатолия. Но чисто случайно появился человек, который позвонил нашему главе администрации и сказал, что я готов помочь Анатолию. Естественно, мы приняли эту помощь, и вот на сегодня у Анатолия своя квартира. Силами администрации мы оборудовали подъезд пандусом, покрасили его, хотя, конечно, температурный режим на улице не очень хороший, неприемлемый для покраски, но всё сделали должным образом. История была долгой, тяжёлой. Несколько раз мы обращались и к властям, и в надзорные органы. Несколько раз сюда приезжали, подключался Следственный комитет, подключалась прокуратура, были представители фонда капремонта. Как-то так звёзды сошлись. И что я ещё хочу отметить, здесь, конечно, активность самих Фёдоровых, потому что Анатолий, он несколько лет писал во все инстанции, он, несмотря на возникающее препятствие, не бросал, не отчаивался, то есть не вешал нос, не вешал руки и вот планомерно добивался своего. Впрочем, и это ещё не всё. Администрация обещает до весны починить в доме, где живут Фёдоровы, кровлю, плюс решить вопрос с изношенными коммуникациями. Анатолий, между тем, планирует, что Новый год будет встречать сразу в двух квартирах. Сначала на втором этаже с мамой, а потом в своей, с друзьями. Окно в цифровое будущее распахнулось в сити-парке «Град», а если точнее, то окна. Здесь открылся новый, умный, многофункциональный центр «Мои документы». Главное его отличие от обычных МФЦ – почти полное отсутствие очередей, поскольку тут оборудована смарт-зона с четырьмя компьютерами. В ней посетители могут самостоятельно получить свыше 450 видов государственных и муниципальных услуг. А если справиться с техникой сложно, на помощь обязательно придёт консультант. Кстати, традиционные окна в Градовском МФЦ тоже есть, их 20. Как и везде, работают они с понедельника по субботу с 8 утра до 7 вечера. А вот умная комната готова обслужить клиентов на час дольше, да ещё и без выходных. В нашем регионе уже 16 центров предоставления госуслуг, где есть такие смарт-зоны. И это далеко не предел, говорят в областном министерстве цифрового развития. Планируется модернизировать и сделать высоко технологичными все районные филиалы МФЦ. Эта зона необходима для того, чтобы они могли получить те услуги, по которым им нужна дополнительная консультация в комфортных стационарных условиях. Они могут подойти к рабочему месту, залогиниться на портал госуслуг, а консультант расскажет те или иные нюансы той государственной услуги, которую они хотят получить. Люди уже получают услуги непосредственно через портал госуслуг. Но количество сложных услуг, где человек не может сам принять решение или долго изучать тельные законодательные нормы для того, чтобы оказать себе услугу самостоятельно, заказать услугу самостоятельно через портал, они, конечно, идут через МФЦ. И здесь у нас постоянно идет поток. Прокодимость увеличивается. На протяжении последних уже двух-трех лет мы видим динамику. То, что услуги в традиционном виде бумажном уменьшаются, а услуги в электронном виде, которые получают самостоятельно или с помощью нашего сотрудника, увеличиваются. Причем увеличиваются значительно. Например, если в прошлом году через только центр наших госуслуг было оказано порядка 300 тысяч услуг в электронном виде, то сейчас, по итогам 11 месяцев, уже более 400. 30 лет Буревестнику в областном центре социальной помощи семье и детям с таким названием круглый год могут найти поддержку те, кто оказался в кризисной ситуации. Затем, как Буревестник помогает воронежцам, наблюдала наша съемочная группа. От кризиса к надежде. Екатерина и ее дети столкнулись с домашним насилием от главы семейства. Страх, боли, одиночество – вот те чувства, которые испытала женщина буквально за считанные часы. Екатерина была вынуждена бежать из дома вместе с тремя сыновьями и маленькой дочкой. Сейчас семья живет в центре социальной помощи Буревестник. Воспитатели очень приятные люди все. Вот знаете, как говорится, человек от Бога. Вот это, наверное, про наших всех воспитателей. Потому что всегда помогут и с детьми, и хорошо относятся вообще. И с ними можно поговорить, все проблемы рассказать. То есть они вникают в это, им интересно, и они сочувствуют, соболезнуют, как-то переживают вместе со мной, получается, эту проблему. Для тех, кто попал в такое нелегкое положение, есть отдельное кризисное отделение. Открыли его с десяток лет назад. И за этот срок здесь побывало почти 600 воронежских семей. Находиться в центре можно от месяца до полугода. Ведь, как показывает практика, решение психологических проблем – довольно длительный процесс. Не всегда с тем, что копилось годами, удается справиться с первого раза. Есть люди, которые не готовы рассказывать о своих сложностях. У них срабатывают различные механизмы защиты. Есть люди, которым очень сложно касаться своих чувств для того, чтобы дальше продвигаться в переработке сложных своих ситуаций. К сожалению, к нам часто возвращаются повторно те люди, которые уже были в нашем центре, которые уже попадали в сложные ситуации, так как у них есть ограничения, с которыми они сталкиваются в жизни, и им приходится возвращаться снова либо к тем мужьям, либо в те же дома, из которых их забирали непосредственно с какими-то сложными условиями. Под наблюдением психологов всеми шаг за шагом ищут стратегию выхода из кризиса. Для большего эффекта «Буревестник» подключает ряд профильных специалистов – от юристов до социальных работников. Методика одна, я думаю, что в любых отношениях именно здесь – это доброта, любовь. То есть мы должны добротой, любовью, пониманием, потому что мамочки находятся как бы на распутии. Мы должны помочь им в этой ситуации, поэтому детей окружить любовью, заботой. В «Буревестнике» есть еще одно отделение. Здесь проходят социальную реабилитацию несовершеннолетние – дети из неполных, многодетных или неблагополучных семей, где родители – алкоголики, наркоманы или имеют психические расстройства. Причем сели от ребят в зависимости от их интересов – так называемыми тематическими потоками. Каждый длится по 18 дней. Если это гражданско-патриотическое направление, то, соответственно, дети говорят, рассказывают, узнают вместе с воспитателями о важных датах нашей истории, о каких-то интересных событиях, о любви к родине, о самоотверженности. Если это социально-педагогическое, то это, конечно же, взаимодействие детей между собой. Это дружба, это проявление агрессии, как можно ее правильно проявить, как общаться, как решать конфликты, как выходить из них. Занятия творчеством, арт-терапией и сессии с психологом – все для того, чтобы ребенок раскрылся, ощутил себя в безопасности. Специалисты выработали особые методики. Они помогают определить уровень тревожности. Я могу увидеть, у кого из детей, например, проблемы в семье, кто-то, например, с мамой, с папой у кого-то проблемы. Это ребенок может не сказать, это я сама могу увидеть. Знаете, многие дети даже не знают, что они из неблагополучных в семье, и вот они не понимают. И надо даже спрашивать, почему они пришли ко мне на занятия, на индивидуальное. Для того, чтобы маленькие постояльцы могли выразить свои эмоции, в Бревеснике есть специальная сенсорная комната. Там рисуют на песке, заземляются и страхи, и проблемы. В форме игры детям все-таки легче перестать стесняться и начать говорить о сокровенном. Бревесник – это центр уникальный. Есть много других центров, но они все равно не будут такими. И центр работает и с детьми, и с мамами, и использует сложные методики реабилитации. При этом его работа совершенно незаметна, поскольку все подается в такой форме, что дети с удовольствием играют, они с удовольствием общаются и уезжают отсюда совершенно другие. Своё 30-летие социальный центр отметил с размахом. Дети устроили праздничный концерт. К слову, за год работы в Бревеснике побывало больше 32 тысяч ребят. И эта цифра, конечно, не окончательная. Ведь впереди открытие ещё одного отделения. Оно займётся реабилитацией и социальной адаптацией детей-инвалидов. 3 миллиарда 700 миллионов рублей дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Воронежской области сумела обеспечить за 11 месяцев этого года региональная комиссия по экономической безопасности при взаимодействии с другими профильными ведомствами. Это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Напомню, штаб по мобилизации налоговых доходов в областную казну создан при Минэкономразвитии. Совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления, налоговой службой и судебными приставами специалисты министерства адресно работают с теми предприятиями, у которых есть задолженность по платежам в бюджет и по зарплате и помогают им сделать производство более успешным. Комиссия по экономической безопасности собирается на регулярной основе, сообщили в ведомстве. В том числе и за счет ее деятельности удалось добиться роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета почти на 15%, до 163 с лишним миллиардов рублей. Рабочий аппарат у нас в этом году заседал больше 10 раз. На каждом заседании рассматривается несколько налогоплательщиков. Порядка, наверное, 50-60 предприятий было рассмотрено, выявлены причины образования задолженности и даны рекомендации по дальнейшим действиям. Праздник должен прийти ко всем, уверены в компании «Росгосцирк». На Воронежском манеже благотворительное представление для семей участников специальной военной операции. Новогодним подарком для ребят и их родителей стало шоу продюсерского центра «Ги и Радзе» «Тайна пяти континентов». Эмоциями многочисленные зрители Воронежского цирка поделились с нашей съемочной группой. Величественные бизоны и могучие викинги, грозные хищники и бесстрашные квилибристы. С первых минут нового шоу «Тайна пяти континентов» гости Воронежского цирка попадают в самую настоящую сказку – новогоднюю. Как водится, с Дедом Морозом и Снегурочкой. И полным опасностей путешествием двух маленьких героев – Маши и Миши, которым предстоит спасти праздник от тролля и колдуньи. Воронеж традиционно является городом, который, наверное, наибольше всего связан с проведением новогодних праздников. Все-таки вот тут легенда о том, что Петр Первый принял решение о том, чтобы перенести Новый год с 1 сентября на 1 января именно в Воронеже. Поэтому нам важно, что большинство новогодних мероприятий происходит именно здесь. Мы хотели бы поддержать наших ребят, бойцов, которые находятся там. Мы хотели бы, чтобы ангел-хранитель их берег и чтобы они были уверены, что есть люди, которые искренне сопереживая всему происходящему и искренне хотят подарить им сказку и чудо, выразив свою заботу через их самых близких. Очень понравилось, все красиво, красочно сделали, профессионалы работали. Костюмы вообще, я уже с самого первого номера, я обратила внимание, они сшиты великолепно, вот даже вот сделаны так вот. Какой-то у них там дизайнер супер-пуперский, наверное. Вот так дарить чудо семьям участников СВО для Воронежского цирка уже традиция. Два года подряд компания «Росгосцирк» совместно с Миноборона выделяет около двух тысяч билетов тем, кому праздник необходим, как воздух. Компания «Росгосцирк» она очень в последнее время социально направленная и мы являемся одним из социальных таких объектов, где реализуются разного рода проекты. И этот проект один из немногих, который действительно дает возможность людям забыть о тех проблемах, которые у них есть. Пусть ненадолго, но увидеть праздник, почувствовать приближение Нового года, почувствовать близость людей, хоть они и далеко, благодаря которым они оказались у нас на мероприятии. Я считаю, что данное мероприятие очень нужно и очень важно, потому что люди чувствуют поддержку и заботу. Даже те, которые находятся на фронте, скажем так, знают, что о их детях и о их членах семьи позаботятся. А для детей это новогодняя сказка, праздник. Три с половиной часа на одном дыхании. Именно так проходит новогоднее цирковое представление, которое не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых. Мне больше всего понравились медведи, которые достаточно экстравагантно себя вели и очень хорошо были адресированы. Мне очень сильно понравилась воздушная гимнастика. Я думала, что когда девочка будет опускаться, то мужчина ее как-то уронит. И было очень страшно как-то, но очень сильно понравилось все. К слову, такие благотворительные представления в поддержку семьи участников СВО проходят во всех филиалах Росгосцирка. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Продолжать традицию планируют и впредь столько, сколько потребуется, чтобы ощущение праздника не покидало ни детей, ни их родителей. А посмотреть новогоднее шоу в Воронежском цирке можно до середины января. В атмосфере праздника и в ожидании чудес школьники гимназии имени Басова написали письма Деду Морозу. Правильно оформить послание главному волшебнику ребятам помогли сотрудники Почты России. Они раздали пятиклассникам фирменные новогодние открытки и поэтапно рассказали, как их заполнять. Место назначения – резиденция Деда Мороза в Великом Остюге. Чтобы письма точно дошли до адресата, детям несколько раз повторили все данные и проверили, как ребята их зафиксировали. А вот адрес и даже индекс своей школы некоторые пятиклассники знают наизусть. Мне помощь не очень нужна была, потому что я, в принципе, знаю уже, как писать письма. Больше, наверное, сорока я отправляю код, но месяц может быть где-то по штук пять-шесть. Первые два письма мне мама подсказала, где, как писать, а уже потом я начала сама подписывать, покупать конверты и отправлять. Я попросила, чтобы у моей семьи все было хорошо и, конечно, побольше счастья. Подобные встречи со школьниками сотрудники почты проводят второй год подряд. Кстати, взрослые, как выясняется, тоже часто пишут письма Деду Морозу, только отправляют их с центрального почтамта. Однако работать с детьми, признаются специалисты, им нравится больше. От детей очень сильно заряжаешься энергетикой положительной. Это всегда, всегда приятно. Это удивительно, когда маленький ребенок знает свой индекс и может заполнить самостоятельно отправление. В перспективе мы обязательно планируем проводить такие мероприятия, потому что нам приятно общаться с маленькими детьми. Что делать, если праздники на носу, а новогоднего настроения совсем нет? Знают артисты Воронежского театра «Кукол». Здесь впервые в истории на елку пригласили не детей, а взрослых и устроили для них теплый и уютный квартирник с ноткой ностальгии. За новогодним настроением в театр «Кукол» съездила и наша съемочная группа. Вы что, меня не узнали? Нет. Да. Представляете, вот так выглядит новогоднее настроение. Подарки, снежные забавы, запах мандаринов и многое другое. В детстве новогоднее настроение ощущается острым, а с годами тает, словно сугробы. Чтобы спасти веру в чудо, появился вот такой персонаж. Роль мне досталась такая очень неожиданная. В первый раз, надеюсь, не последний, а сыграть настроение. Потому что, как в институтах не учили нас настроение играть, все-таки должны быть какие-то характеристики. А вот новогоднее настроение в первый раз. Ну, надеюсь, что тем счастливчикам, которые попадут на наше, назовем мероприятие, на наш спектакль, им понравится то, что вот мы нафантазировали. Это не совсем спектакль в традиционном понимании этого слова. Это театральное оливье. Во-первых, действие разворачивается в фойе. Во-вторых, больше походит на игру, условия которой прописаны в фантах. Их получает каждый зритель. Плюс, прямо из зала один за другим выходят актеры театра кукол. Откройте конверт. Мне не нужна ваша реальная личная жизнь. Что у вас там написано? Банкир. Опа! А вы банкир? А вы не представим, что у банкира? Всех этих героев, которых мы часто встречаем в обычной жизни, объединяет одно – отсутствие праздничного настроения. Часто такое бывает, что зимой ты работаешь, трудовые будни, выходных нет, наступила зима, а вроде тебе не радостно. Есть проводник, есть учительница, есть просто красивая девушка, есть студентка, есть само новогоднее настроение, за которым, в принципе, все и пришли. Для Анастасии Рожковой это первый режиссерский опыт. Она говорит, постановка рождалась в сотворчестве с актерами, которые активно предлагали свои идеи. Конечно, была подготовленная канва, но большая часть действа строится на импровизации. Поэтому каждый квартирник в прямом смысле неповторим. Видите, видите, что делает новогоднее настроение «Вера в чудо» и «Три бутылки брюда». Шутки и смех делают свое дело. Еще одна фишка спектакля – это старые новогодние песни из советских кинолент, которые каждый знает буквально наизусть. Их можно петь, никого не стесняясь, и даже закружиться в танцы вместе с любимыми артистами. «Вальс начинается, дайте сударенья руку, и раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три». Как будто бы к нам зрители пришли в гости, и мы поднимаем им настроение, они могут пошутить, мы можем им ответить. Нам, конечно, было здорово работать в атмосфере Нового года, зная весь материал, который здесь есть. Ну и, конечно, возможность показать свои какие-то вокальные данные. Куклы здесь как будто сделаны из подручных материалов. Это своеобразные дары новогоднего настроения героям квартирника. Например, в ширму превращается плед, связанный мамой, или оживают носки – традиционный подарок на любой праздник. «Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет рать, если у вас, если у вас друга нет». Все те взрослые, которые приходят, придут к нам на квартирник, они все были маленькими детьми, они приходили к нам на новогодние елки, на наши спектакли. Поэтому мы в этом смысле, мы очень счастливый театр, потому что мы знаем всех наших зрителей с самых ранних ногтей, они знают нас. И поэтому у нас все спокойно перетекает, и мы встречаемся с нашим зрителем, пусть даже и взрослым, как со старыми друзьями. И всегда рады всех видеть, и блеск в глазах от посещения нашего театра мы всегда улавливаем. В итоге получились добрые и душевные театральные посиделки, возвращающие всего за один час детское ощущение праздника и веру в чудо. Ведь новогодние дни – самое подходящее время, чтобы мечтать и исполнять желания, причем не только свои. Раз, два, три, елочка, гори! И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий и до скорой встречи в эфире.